Всем привет! Оружие. Как много в этом слове. На протяжении веков оружие совершенствуется, изобретаются его новые виды. Чаще всего более компактные, удобные и более убойные. В период хождения различных образцов оружия остаются образцы, которые очень переживаются у людей, и остаются любимыми ими из-за своего удобства и эффективности, даже после прекращения их производства. Одним из таких пистолетов остается пистолет Стечкина. Автоматический пистолет Стечкина изобрел конструктор Игорь Яковлевич Стечкин, который прожил 79 лет и умер в 2001 году. Родился он 15 ноября 1922 года в городе Олексине Тульской области в дворянской семье. Его отец Яков Сергеевич Стечкин был удостоен звания заслуженного врача РСФСР, а его именем названа Косогорская баниологическая лечебница. В рамках первого производственного задания на создание армейского автоматического пистолета Стечкин разработал оригинальную конструкцию, которая была принята на вооружении в 1951 году под названием «Автоматический пистолет Стечкина». В 1952 году за создание этого пистолета был удостоен сталинской премии второй степени. Игорь Яковлевич Стечкин обладал врожденным талантом оружейника. В 14 лет будущему конструктору случайно попал в руки сломанный наган. Подросток сумел не только починить его, но и усовершенствовать. Позрослев, Стечкин участвовал в создании противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Конкурс», автоматов «Модерн» и «Абакан», револьверов «Кобальт» и «Гном», пистолетов «Дротик», «Бердыш» и «Пернач», предлагавшихся для замены пистолета «Макарова» и автоматического пистолета «Стечкина». Среди разнообразных моделей, разработанных Стечкиным, есть даже пистолет в виде обычного парсигара со специальными патронами, не дающими во время выстрела ни шума, ни дыма, ни пламени. В общей сложности на счету конструктора более 60 разработок и свыше 50 изобретений. Треть созданных им образцов оружия и сейчас стоит на вооружении. Но самым известным стал автоматический пистолет Стечкина. Автоматический пистолет был темой дипломной работы Игоря Яковлевича во время учебы в Тульском механическом институте. Кстати, консультантом выпускника был сам Николай Федорович Макаров, создатель знаменитого ПМ. Широко известна история, случившаяся со Стечкиным во время защиты. Один из членов комиссии, ознакомившись с чертежами 7,62-мм пистолета, представленными выпускником, уверенно заявил, что данная модель полнейшая галиматья и стрелять просто не способна. Стечкин достал из кармана выполненный им образец и выстрелил в потолок. В итоге комиссия оценила его диплом на «отлично». И вчерашнему студенту была получена разработка такого же оружия под 9-мм патрон. Поступив на работу в ЦКБ-14, молодой инженер всего за год справился с заданием. И первый опытный экземпляр 9-мм автоматического пистолета был представлен им в 1949 году. Вскоре, после ряда усовершенствований и испытаний, разработку приняли на вооружение Вооруженных сил СССР под названием 9-мм автоматический пистолет Стечкина. АПС. А с 1951 года началось его серийное производство. Автоматический пистолет Стечкина может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Изначально он предназначался для вооружения тех офицеров и рядовых, которым не полагался по штату автомат или карабин. А личного пистолета Макарова в бою было явно недостаточно. Стечкин оказался так же прост в конструкции и соответственно обслуживании, как и Макаров. Но при этом куда мощнее из-за большей длины ствола и увеличенной емкости магазина. Кроме того, у автоматического пистолета Стечкина имеется кобура-приклад. Вначале деревянная, а в последних моделях из прессованной пластмассы, которая примыкается к рукоятке и использование которой существенно увеличивает точность стрельбы. Благодаря более длинному стволу и оптимальной внутренней баллистики, звук выстрела АПС тише, чем у пистолета Макарова. А наличие замедлителя темпа обеспечивает Стечкину хорошую управляемость, даже при стрельбе очередями. Скорострельность пистолета Стечкина 700-750 выстрелов в минуту. Одним из неиспоримых достоинств АПС, особенно в условиях ближнего боя, является малая отдача и совсем небольшой подброс оружия при выстреле. Это качество позволяет вести скоростную стрельбу одиночными выстрелами с большой кучностью попаданий, а также, что немаловажно, контролировать расход патронов. Стечкин обладает солидным запасом прочности, наработка некоторых пистолетов достигала 40 тысяч выстрелов без трещин на затворе и других поломок. И, наконец, главное, несмотря на использование патрона с невысокими баллистическими качествами и малый угол наклона рукояти, пистолет Стечкина имеет довольно высокую точность стрельбы. Больше и лучше, чем у Макарова. Благодаря этому качеству он завоевал особую популярность и получил значительное распространение среди сотрудников КГБ СССР, а также военнослужащих некоторых частей специального назначения ГРУ. Автоматический пистолет Стечкина – промежуточный вариант между пистолетами и пистолетами-пулеметами. Он был признан один из самых удачных образцов стрелкового оружия, созданных в советскую эпоху. Так, поначалу, история Стечкина практически один в один повторяла судьбу пистолета Макарова. И все же, с 1958 года, спустя всего 7 лет с начала серийного производства, выпуск автоматического пистолета Стечкина был прекращен. И основная часть армейских пистолетов оказалась на складах. Военные историки объясняют это тем, что в процессе эксплуатации некоторые достоинства АПС превратились в недостатки. Выяснилось, что из-за тяжелой кобуры приклада, улучшающей точность стрельбы, носить Стечкина с собой было неудобно. Только без патронов и кобуры приклада масса автоматического пистолета Стечкина составляет 1,2 кг. Кобура весит еще 560 грамм. А вдобавок, вместе с пистолетом полагалось носить в подсумках 4 снаряженных запасных магазинах, с 20 патронами в каждом. Невзирая на указанные достоинства, автоматический пистолет Стечкина, особенно в сочетании со штатной кобурой прикладом, был слишком громоздок и тяжел для постоянного ношения штабным офицером. А для офицера, принимающего непосредственное участие в боевых действиях, он был недостаточно мощным оружием. Офицерам нужен был настоящий малогабаритный автомат. Габариты пистолета тоже многих не устраивают. К его длине, 225 мм, опять же добавляется кобура, а это еще 540 мм. К Стечкину нужно привыкать, рукоятка с малым углом наклона не позволяет вести огонь инстинктивно, навскидку. И все же на вооружении отдельных категорий военнослужащих автоматический пистолет Стечкина находился до 1980-х годов. После распада СССР пистолет применялся в ходе различных локальных конфликтов. Так, в ходе боевых действий в Чечне, пистолетами Стечкина в качестве личного оружия самообороны вооружали пилотов и снайперов. В настоящий момент состоит на вооружении в качестве личного оружия пилотов российской авиагруппировки в Сирии. Пистолеты АПС активно поставлялись за рубеж. Их, к примеру, вручали в качестве подарков лидерам дружественных стран. Так, пистолеты Стечкина стали личным оружием Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары. Затем объемы поставок увеличились. И в 1960-70-х годах автоматические пистолеты Стечкина использовались повстанцами в ходе локальных столкновений в Ливии, а также Анголе и Мозамбике. Во время войны в Афганистане 1979-1989. В условиях ведения боя на тесных улочках кишлаков и лабиринтов из колодцев, камней и развалин Стечкин оказался буквально незаменимым. Поэтому в начале 1980-х его производство было временно возобновлено. Подразделения специального назначения широко использовали АПБ. Автоматический пистолет бесшумный. Вариант пистолета Стечкина оснащенный прибором бесшумно-беспламенной стрельбы, то есть глушителем. В 90-х в связи с ростом преступности МВД потребовалось более мощное оружие, чем стоявший на вооружении Макаров. И пистолет Стечкина пригодился вновь. Автоматные пули, имеющие слишком большую мощность, пробивали стены и рикошетели, создавая опасность для гражданских лиц. Обычный самозарядный пистолет был напротив слишком слабым оружием. А вот многозарядный, скорострельный и умеренно мощный автоматический пистолет Стечкина стал идеальным вариантом. В правоохранительных органах РФ пистолет Стечкина используют до сих пор. Так что, несмотря на прекращение производства, списывать Стечкина со счетов пока еще рано. Несмотря на то, что пистолет имеет не самые лучшие показатели баллистичности пули. Маленькая скорость пули, впрочем, эффективная дальность стрельбы – это общий недостаток любого оружия под патрон такого типа. 9х18ПМ, 9мм Ультра или 9х17. Кроме этого, пробивное действие боеприпаса 9ПМ не удовлетворяет, а против цели и бронежилетах оружие под данный патрон неэффективно в принципе. Несмотря на это, пистолет Стечкина был очень удобным пистолетом, по сравнению с маломощным и малозарядным с коротким стволом Макаровым. Стечкин был нечто средним по убойности между пистолетом Макаровым и уже более мощным автоматом Калашниковым, но и более удобным в ведении боя в закрытых помещениях. Вот тут-то бойцы особого назначения и вспомнили о пылящихся на хранении 20-ти зарядных автоматических Стечкинах. Вскоре эти пистолеты, снабженные глушителями, стали одним из символов спецназа. После 30-ти лет непрерывной эксплуатации парк пистолетов существенно износился. К сожалению, после распада СССР большое количество Стечкиных оказалось за пределами России. Множество было утеряно в смуте 90-х годов. Какое-то количество стволов ушло на запад. АПС является украшением любой стрелковой коллекции. Оставшиеся пистолеты не раз проходили арсенальный ремонт. И можно сказать, что Стечкин постепенно переходит разряд исчезающих видов. Ресурс оружия подходит к концу. Незадолго до смерти Игоря Яковлевича Стечкина в 2001 году под его руководством были разработаны образцы для замены АПС. ОЦ-27 «Бердыш» и ОЦ-23 «Дротик». Однако по ряду причин, в том числе экономических, а также из-за нехватки квалифицированных кадров, они не пошли в серию. И поэтому в середине 1970-х годов в СССР был начат конкурс «Модерн», задачей которого были разработка и принятие на вооружение малогабаритного автомата под штатный патрон 5,45х39 мм, предназначенный для замены Стечкина в советской армии. Победителем в нем был объявлен автомат АКС-74У. Но, как ни крути, габариты автомата больше, чем габариты Стечкина. Так что вопрос, чем заменить один из самых востребованных советских пистолетов, на сегодняшний день остается открытым. На сегодняшний день Стечкин стоит на вооружении некоторых стран, но лишь для узких структур. В Армении он находится на вооружении МВД и сотрудников СНБ. В Белоруссии на вооружении ОМОН, СОБР и таможенных органов. В Болгарии некоторое количество пистолетов Стечкина было поставлено из СССР в Народную Республику Болгарию. И после 1990 года они сохранились на вооружении Болгарии. В Германии некоторое количество пистолетов АПС было закуплено немецкой компанией Тренс Армс для немецкой полиции. В Казахстане он стоит на вооружении сотрудников Государственной фельдегерской службы Республики Казахстан. На Кубе используются спецподразделениями Эвиспас Ниграс. В России принят на вооружение ФСБ, ФСО и ФСВ НГ РФ. Используются спецподразделениями ОМОН и СОБР, а также на вооружении инкассаторов прокуратуры РФ в качестве оружия для личной защиты прокуроров и следователей. На Украине состоит на вооружении спецподразделений МВД Украины СОКОЛ, ГРИФОН и Национальной Гвардии. Стечкин является наградным оружием. Ну а на этом все друзья, с вами были Интересные Факты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова